Здравствуйте! Сегодня прямая линия с Генеральным директором Агентства по развитию туризма и продвижению Республики Коми Александром Терентьевым. Александр Юрьевич, здравствуйте! Вопросы к эфиру поступали от жителей через общественную приемную главы Республики Коми. Кроме Центр управления регионом на основе анализа и мониторинга медиапространства направил для прямой линии наиболее актуальные вопросы. Обращаю внимание телезрителей. Узнать достоверную информацию по волнующим темам можно на российском сайте объясняем.рф. На интернет-портале также можно оставить свой вопрос и получить ответ. А в Коми работает региональный паблик проекта объясняем.республика.коми, где сейчас идет трансляция нашей прямой линии. Также за эфиром можно следить в группе Юргена и официальном сообществе Республика Коми ВКонтакте. Задавайте ваши вопросы. Сообщения мы принимаем также по WhatsApp, номер на ваших экранах. Александр Юрьевич, буквально два года тому назад в российской туристической отрасли многое изменилось. Если прежде основная масса туристов выезжала за рубеж, то сейчас люди стремятся на наши курорты и основным видом стал внутренний туризм. Как изменилась индустрия отдыха в Коми за этот период и готовы ли мы достойно принимать гостей? Конечно, эпидемия и эпидемия коронавируса сильно повлияла в целом на туристическую отрасль в мире и в России в частности. Не обошло эту сторону и нашу республику. Если в 2019 году, если говорить про турпоток в наш регион, количество людей, приезжавших в Коми, было 233 тысячи человек в 2019 году, то в 2020 году мы видим уже цифру 143 тысяч человек и такое большое падение. Прежде всего, конечно, связано с локдауном и прочими ограничениями, которые коснулись, к сожалению, как туристов, так и туристический бизнес. Но мы видим постепенно с тем, как ограничения были постепенно сняты. В 2021 году в республику Коми уже поток увеличился и 194 тысячи человек в прошлом году посетили республику Коми. И я надеюсь, что в этом году опять цифра пойдет вверх и динамика останется прежней, что мы сможем вернуться, а может и превысить те показатели, которые были до ковидного времени. Ну а что-то менялось вообще в этой сфере за эти два года? То есть или просто все осталось на своих местах? Конечно, это время было таким временем и для испытаний и для нас, жителей, так и для туристического бизнеса. Но мы видим, что они в эти непростые довольно-таки времена смогли сделать новые предложения, как среди туров и маршрутов, которые они реализуют, так и услуги, которые ожидают людей. В целом поменялась и сама отрасль. Нам пришлось задуматься о тех услугах, которые бы могли минимизировать контакты между людьми или делать это в группах небольших, к примеру, для семей и друзей, которые вместе отправляются в путешествие или поездку. Появились новые услуги? Да. Давайте поговорим о вашем агентстве. Чем занимается ваше ведомство? Наше агентство — это, прежде всего, автономная некоммерческая организация, созданная постановлением правительства Республики Коми. Учредителем является Министерство культуры, туризма, архивного дела Республики Коми. И прежде всего целями нашего агентства является продвижение туристского потенциала Республики Коми и самой Республики Коми на туристическом рынке России и мира. То есть у вас какие-то проекты есть, да, наверное? Да, конечно же. Это и рекламные такие компании, информ-компании по продвижению потенциала. Это туристский информационный центр Республики Коми, который на безвозмездной основе бесплатно обслуживает туристов, которые приезжают в Республику, которые живут в Республике и хотят узнать, какие возможности отдыха есть в регионе. А также мы осуществляем информационную поддержку и услуги по продвижению наших субъектов бизнеса и в целом туристической отрасли Республики. И берем, конечно же, туристическую отрасль не узко, это турагентство или туроператор, в таком более глобальном направлении, что мы взаимодействуем как с организациями размещения питания, ремесленниками и представителями народных художественных промыслов и креативными индустриями и так далее. То есть вот так в комплексе, да? Да, конечно. К эфиру берете. Подробнее давайте обо всем теперь поговорим. И у нас есть вопрос из комментариев к эфиру. Спрос на внутренний туризм растет. Скоро сезон отпусков в нашей Республике достаточно удивительных мест. Каким бы был топ-5 природных достопримечательностей по версии вашего агентства и почему? Ну, наверное, не совсем будет правильно. Если я буду говорить от агентства и делать рейтинг, попытаюсь дать, наверное, свое такое представление о самых интересных природных объектах. Сразу хочу подчеркнуть, что, наверное, не буду упоминать здесь родной Ижинский район. Это будет немножко нечестно по отношению к стальным муниципалитетам. И начну, наверное, с Национального парка Юг-2, который может похвастаться огромным количеством природных объектов, являющимися по-настоящему сокровищами Уральского хребта. Это и Гранародная, это Монорага, Саблинский хребет и другие вершины, а также водопады, реки этого прекрасного места и, конечно же, Дивосты на Лесокоме, частью которых является национальный парк, стоит того, чтобы посетить, увидеть и прочувствовать. И настоятельно рекомендую именно жителям нашего региона ознакомиться с этим природным богатством. Вторым, наверное, пунктом я бы назвал Параськино озера, которые стали четвертым федеральным ОПТ, открытой у нас в республике. Они могут по-новому рассказать... ОПТ — это охраняемые территории. Да, особо охраняемые природные территории, которые по-новому помогут взглянуть на наш регион и тем, кто посещает Ухту, кто недалеко живет, и, конечно же, туристам, которые используют Ухту как такой транспортный хаб на территорию республики или, может быть, национального парка или заповедника. Может быть, не совсем третьим бы я назвал, не совсем природной части объект, но Лосиферма, первая в мире Лосиферма, открытая тоже у нас в Коме, в поселке Якша, Троицко-Печорского района, заслужит того внимания. И вот эти прекрасные животные, лоси, обитающие там, конечно же, просто обязательно их стоит увидеть. Наверное, еще такое отношение к лосям отчасти от того, что по Коме, промысловому календарю, моим тотемным животным является лось. И вот эта связь, конечно же, наверное, тоже играет свою роль. Третьим, четвертым природным объектом, я бы сказал, озеро Донте и Кадам, расположенное в Усть-Куломском районе. Это и, прежде всего, доступность этих мест, не так далеко от Сыктывкара добраться и других муниципальных образований республики. С этими местами связаны интересные легенды, предания, которую орел-мистики навевают во время твоего путешествия в эти места. И, конечно же, и сапропель, которую можно добыть на Донте. Это вот лечебная грязь, которую, честно сказать, я, например, с каждой поездки на Донте привожу с собой. Достойная вещь. Ну и пятым природным объектом я бы, наверное, назвал каньон реки Ниа-Ю в Рокутинской Тундре. Это все доступные объекты для жителей Коми? Да, это все достаточно доступные объекты. Я намеренно не стал обозначать, к примеру, Платом Ань-Пупунер, который и так не требуется в рекламе. И как раз наши субъекты бизнеса, которые реализуют туда туры, могут... Это, наверное, самое популярное, да, место? Ну, одно из самых популярных мест действительно уже не требует такого уж сильного продвижения ни у нас в регионе, ни в России, потому что большинство уже знает об этом объекте. И, тем не менее, у него есть определенная граница того количества людей, которые мы сможем привезти на территорию Мань-Пупунера. Это все-таки территория заповедника, Печеролоческого заповедника. И с этим связаны и эти ограничения. Но турпоток туда растет? Туда растет. И на самом деле сейчас мы видим, как субъекты бизнеса расширят варианты того, как можно посетить Платом Ань-Пупунер. Что касается тех мест, которые я назвал ранее, так скажем, топ-5 моих личных мест, которые я рекомендую посетить, они доступны туристу в рамках тура или программы выходного дня. Любой желающий сможет направиться туда и посетить их. Ну и давайте еще поговорим о местах и событиях, которые, на ваш взгляд, сегодня недооценены туристами, и на которые все-таки стоит обратить внимание. Опять же, наверное, это будет мой личный топ. На первом месте будет стоять село Керчоми, усть Куломского района. И история, связанная с ней, это, прежде всего, переосмысление себя. Я говорю о Василии Кандинском, который, будучи студентом, посетил эти места. Его целью была как раз этнографическая экспедиция к Коми-Зырянам в столицу тогдашней Зырляндии, как он писал, усть Кулом. Тогда в путеводителях XIX века усть Кулом обозначался вот с этим не совсем, наверное, правильной трактовкой перевода с Коми-языка усть Кулома как «врат смерти», связанных с рекой Кулом, которая связана, прежде всего, со словом «рыба» из древнефинно-угорского языка. И вот это его посещение Керчоми, ость Кулома, которое прошло через знакомство с Коми-народой, природой, его визуальными образами и всем, вот с чем столкнулся Кандинский в рамках этой поездки, заставили его пересмотреть свою жизнь и стать художником. И мы видим, как, наверное, один из топ-пяти величайших художников XX века понял свое предназначение у нас в республике. Эта история стала интересна, прежде всего, и для нас, как агентства. И один из наших проектов — это проект национального туристического маршрута «Арт-тур» по пути Кандинского, где мы предлагаем туристам, тур еще не выпущен в реализацию, один из наших туроператов в республике будет этим заниматься. Я надеюсь, не один, а несколько. Когда уже? Ну, достаточно такой сложный процесс, чтобы учесть все требования, которые предоставляет рост туризма к национальным туристским маршрутам. Нам, прежде всего, это надо соблюсти и разработать основные элементы и брендирования, и продвижения этого проекта. Потому что характеристик, которым должен отвечать национальный туристский маршрут, достаточно много, и мы сейчас как раз в команде с Министерством культуры и Финногорским этнопарком вместе работаем над этой реализацией. Если говорить еще о других местах, которые, наверное, стоит посетить, это я совсем недавно узнал о существовании ангерского заказника в Прилузском районе, где, как указывается, существует единственная в республике Коми липовая роща. И для меня вот это показалось очень интересным моментом. Хочется узнать о том режиме посещения данного объекта, данной охраняемой территории, и, естественно, посетить, потому что для меня, как уроженца северного района, я еще не был, но очень хочу, и меня Прилузский район именно этим объектом уже смог заинтересовать, несмотря на то, что у них полно таких направлений достаточно интересных. Еще из таких не самых, наверное, на данный момент популярных, и то, что лежит на поверхности объектов, я бы сказал Тимаиз. Это также территория, это еще не территория национального парка Юга-2, это Вуктыл. Как раз со стороны Вуктыла, когда вы входите на территорию национального парка, вы проезжаете и проходите через гору Тимаиз, на которой как раз стоят так называемые белые ходоки. Если вы видели довольно распространенную фотографию в интернете, те деревья, которые растут именно на склонах этой горы, зимой превращаются в такие мини-столбы выветривания, полностью покрытые снегом, и достаточно интересное, впечатляющее зрелище для туриста. Действительно все интересно, и хочется сразу побывать после ваших рассказов. Наши телезрители присылают нам вопросы и в видеоформате. Давайте узнаем, что же интересует жительницу из Карткироса. Здравствуйте. Хотелось бы узнать, кто придумывает интересные маршруты по республике и разрабатывает их. Куда можно обратиться, если есть идеи по созданию маршрута? Спасибо. Да, очень хороший вопрос. Ваши идеи, идеи о таких маршрутах, понятное дело, что ни субъекты бизнеса, ни другие субъекты отрасли не всегда могут знать все о нашей республике. Но такие идеи о ваших турмаршрутах, если понимаю, это вопрос от Карткироса. Предлагаю обратиться в Туристический информационный центр Карткиросского района. Он был открыт в начале этого года на базе Центра Коми-культуры села Карткирос, куда они могут обратиться с идеей, чтобы ее помогли сформировать, и этот маршрут могли использовать субъекты бизнеса для дальнейшей реализации. Это наше агентство, как Туристический информационный центр Республики Коми, который на нашей базе находится. И, конечно же, это субъекты бизнеса, работающие в том числе на территории Карткиросского района. А в других районах куда обращаться? Ну, прежде всего, я предлагаю обращаться к нам, либо в Туристические информационные центры, или в Визит-центры, расположенные на территории этих муниципалитетов. То есть у вас есть сайт, наверное, да? Можно как-то через электронную почту обратиться, или есть форма обратной связи? Можно обратиться как по телефону, по социальным сетям, электронной почте, и на нашем сайте. Это сайт Туристического портала Республики Коми, на котором указаны все наши контакты. Телезрительница из Сосногорска пишет. Наша республика может похвастаться красивыми местами, где можно организовать туристические туры. Например, близ города Ухты есть Сидьюзский каньон. Вот сейчас мы его как раз видим. Место завораживает своей красотой, но есть одно но. Дороги к скалам разбиты, а чтобы привлекать туристов, необходимо создать комфортные условия. Планируется ли ремонт дорог по основным туристическим маршрутам Республики Коми? Да, Сидьюзский каньон, несомненно, является Сидьюзский каньон интереснейшим объектом. Мы сейчас видим возросший интерес к Ухте, и Ухта, несомненно, является одним из главных туристических хабов, транспортных хабов региона. И буквально в этот зимний сезон были организованы первые зимние вертолетные туры на плато Мань-Пупунер. И вот этот туроператор Северный Урал, который реализовывал эти туры, тесно сотрудничал с Туристским информационным центром города Ухты, который открыт на базе музея Ухты. И вместе с ними организовывали экскурсию по муниципалитету с обязательным посещением Сидьюзских скал. Но мы понимаем, что антропогенная нагрузка на эту территорию достаточно высока. И развитие данной территории находится под контролем Министерства культуры, туризма, архивного дела Республики Коми, администрации Ухты. Буквально в марте мы выезжали с министром культуры Марьей Балмастовой, встречались с администрацией, местными жителями, которых тоже волнует развитие этой территории. У администрации Ухты есть четкий план действий по дальнейшему развитию этой территории. Они планируют тесное взаимодействие как с местным сообществом, с волонтерскими организациями, конечно, при поддержке партнеров развивать эту территорию для того, чтобы туристам было комфортно и безопасно находиться на этом объекте. Потому что мы видим, что из года в год посещение Сильювских скал увеличивается, но пока та инфраструктура существующая, конечно же, не может... Ну а что там может проявиться, например? Ну, прежде всего, нужны правильные экологические тропы, потому что на сегодняшний момент Сильювский каньон на одной части находятся одни скальные выступы, на другой другие. И посещение этого места на данный момент многие используют просто как выходные, съездить на пикник. Тем не менее, именно экотуристская направленность, которая сейчас популярна в мире, во всем мире и в России в том числе, предполагает знакомство с природной территорией, ее богатствами, наслаждением от того пребывания на чистом воздухе, на чистой природе, ночевки, возможные поездки по реке Сидью, которая протекает по каньону и так далее. Вот этот весь комплекс сейчас нуждается именно в качественной подаче с точки зрения безопасности и услуг, и сервиса, который получит турист, посещающий это место. И пока экотропы, аншлаги, информационные таблички, указатели банальные для того, чтобы понимать вот начало экскурсионного маршрута для самостоятельного или организованного путешествия начинается здесь, заканчивается там. Здесь опасный выступ, пожалуйста, проходите за пять метров от этого места. Вот это все то, что сейчас турист вправе ожидать. И, наверное, как раз регион, в том числе наш, движется в этом направлении к тем запросам, которые есть у современного туриста. Ну, это появится все у нас? Я думаю, Ухта это точно сделает. Ну, продолжим, кстати, тему Ухты. Есть в Ухте потрясающие места для туристов. Пишут на мухтинцы, например, Параськины озера. Вот вы уже их называли, и мы сейчас их видим. Действительно очень красивое место. Монументальное сооружение Голова Ленина, лыжная спортивная база, Сияние Севера. Планируется ли привлечь на эти объекты туристов из других городов? Тоже интересный вопрос. Как раз в прошлом году уже первые туристы посетили и Параськины озера направились как раз с целью увидеть этот новый федеральный заказник на территории Республики Коми. Это были экскурсионные программы. В частности, буквально на прошлой неделе мы встречались с бизнесом, который работает у нас в регионе. Какие у них итоги зимнего сезона, какие планы на летний. Некоторые из них подчеркнули, что в этот летний сезон они нацелены плотнее заняться работой именно с ухтинским направлением и посещением Параськиных озер. Потому что вот этот новый объект, он очень доступный. С одной стороны, это федеральная особо охраняемая природная территория. С другой стороны, это очень удачная транспортная логистика, что с Сыктывкара, что с Ухты. Это и наличие. Туда можно добраться самостоятельно? Да, туда, конечно, можно добраться самостоятельно. Несколько въездов буквально таким ориентиром для вас выступает поселок Боровой, точнее, поворот на поселок Боровой. Если вы едете со стороны Сыктывкара или Сухты, вы увидите примерно вот такие места въезда, входа на территорию. Понятно, просто на машине рассекать по этим территориям не стоит. Это все-таки охраняемая территория. У территории есть дирекция, к которой, конечно же, любой турист может обратиться и получить разъяснение о том, каким образом им попасть на территорию, что там можно делать и какими услугами они могут воспользоваться. А в какой-то тур включены Параськиные озера? Параськиные озера на данный момент ни одним именно туроператором пока не включены, но рассматриваются. В частности, этот туроператор, который ввозит на вертолетах на Платон Мань-Пупу-Нер и другие направления природных объектов в республике, они планируют рассмотреть варианты включения так называемых радиальных выходов от Ухты, потому что приезжает турист посетить республику условно на один или несколько природных объектов и условно даже пяти дней этого недостаточно, чтобы полностью погрузить в историю, культуру и красоту нашего с вами региона. И такое нанизывание объектов друг на друга, естественно, важная составляющая, и это понимают, естественно, бизнес, который реализует туры, экскурсионные программы. Это очень важно. И вот, как я уже упомянул, в прошлом году уже были экскурсионные поездки из Сыктывкара с целью посетить Паразькино озера. Где можно узнать актуальные цены на туры по республике Коми? Действует ли на них программа туристического кэшбэка и в какие периоды? Вопрос от жителя поселка Приозерный Карткировского района? Естественно, с турами и экскурсионными программами по республике Коми можно всегда ознакомиться на официальном туристском портале республики Коми. Это tourism.rkomi.ru. Но сразу оговорюсь, что данный турпортал был создан в 2017 году. Несомненно, прошло достаточно много времени. И морально, технически многие моменты устарели. Поэтому мы с нашей командой задались целью запустить новую версию. Она уже некоторое время находится в разработке. Предполагается, что мы в июне 2022 года презентуем уже и запустим этот сайт для всеобщего использования как жителями, так и гостями региона. Сайт будет на трех языках. Русском, английском и Коми. И, конечно же, мы учли те многие моменты, которые были связаны с предыдущим вариантом, что любая техническая вещь постепенно устаревает. И вот одной из целей было найти те способы продлить жизнь этого сайта. И как раз технологии, которые сейчас появились, позволяют не полностью менять сайт или код сайта для того, чтобы его модернизировать, а менять очень гибкая система изменения под те требования, которые есть у нас. И вот как раз этот сайт позволит в актуальном режиме узнавать о новых турах, в том числе о сезонных предложениях, которые есть в Республике Коми, о каждом муниципальном образовании, о региональной кухне, о народных художественных промыслах, о новости в сфере туризма и многое другое именно на этом сайте. И, конечно же, в прошлом... Когда он заработает? В июне. В июне этого года. А через турфирму можно купить тур по Коми? Да, конечно. Наши туроператоры и турагентство продают, в том числе, туры и экскурсии по Республике Коми. Таким прям из основных туроператоров, действующих по Республике, можно назвать Финогорский этнопарк, туроператора Ирбис и Северный Урал, осуществляющие поездки на Платомань-Пупунер и другие природные объекты и многие другие. Это турагентство продающие, к примеру, «Счастливая жизнь», которые именно нацелены на туры и экскурсионные программы по Республике, ну, не только для жителей Республики, но помогут вам узнать много нового о том, что может предложить наш регион туристу. Кэшбэк есть? — Насчет кэшбэка. На текущий момент весенний этап кэшбэка уже закончен. Что касается осеннего, осенние подробности по осеннему Ростуризм объявят чуть позднее. Если говорить о весеннем, в нем участвовали два туроператора как раз на Северногорский этнопарк и на Ирбис со своими туристскими предложениями, а также наши гостиницы, отели, прочие средства размещения через такие общие федеральные системы агрегации услуг гостиниц. Есть, конечно, на текущий момент еще один вариант кэшбэка. Это детский туристский кэшбэк, которым могут воспользоваться туристы. Для того, чтобы воспользоваться, вы можете посетить сайт мирпутешествий.рф и узнать об актуальных предложениях по отдыху именно детскому. Есть у нас вопрос в WhatsApp. Как планируется развивать логистику передвижения по республике Коми? Ведь у нас не развито даже авиасообщение. На лыжах будут туристы добираться? На самом деле проблемы с логистикой, конечно, присутствуют, но мы видим на сегодняшний момент те предложения, которые наиболее популярны у туристов. Как раз все эти вопросы были решены. Тот же Маньпупунер, это в прошлом году были прямые рейсы из Иктовкара до Троицко-Печорска. В этом году из Ухты планируется вылета напрямую на Платос. с посадкой в Троицко-Печорске. И те объекты наиболее популярные, которые сейчас посещают туристы, на которые есть спрос, именно та логистика, она решаема. Конечно же, то, что у нас огромная республика по территории задает, конечно, определенную специфику в передвижении. Если мы рассматриваем национальный парк Юга-2, представьте, один из крупнейших национальных парков в мире, построить дороги внутри особо охраняемой территории для того, чтобы туристу было легко добраться от точки А до точки Б. Естественно, мы не руководство, это же федеральная территория, не другие субъекты не могут полностью обеспечить. Но, тем не менее, конечно же, запрос на улучшение логистики между той же Инто и национальным парком, конечно, присутствует, и мои коллеги из других ведомств работают в этом направлении. Сейчас у нас короткая реклама. Оставайтесь с нами. Эта прямая линия на ответы жителей отвечает генеральный директор Агентства по развитию туризма и продвижению Республики Коми Александр Терентьев. Александр Юрьевич, житель столицы Коми интересуется. Финно-Угорский этнопарк – это единственное государственное учреждение Республики Коми в сфере туризма. И как ваши учреждения взаимодействуют друг с другом? Да, Финно-Угорский этнопарк – это единственное государственное учреждение в сфере туризма Республики Коми. Оно традиционно входит в топ туристических объектов нашего региона по посещаемости. И даже в эти непростые коронавирусные времена они смогли в прошлом году принять более 17 тысяч туристов. Да, более 17 тысяч туристов. Это такая достаточно весомая цифра, что даже несмотря на то, что они не проводили своих традиционных крупных событийных мероприятиях с привлечением массового зрителя, но тем не менее привлекли такое количество людей, это, конечно же, показатель. Этнопарк взаимодействует сейчас, функционируя как туристский комплекс и туроператор. Они активно реализуют туры по Республике Коми как с использованием своего туристического комплекса, так и безунова. Стоит подчеркнуть, что очень интересен этнопарк был для и остается для детских групп. И мы видим, что потребность в посещении этого места растет и у детских групп из других регионов. И качество самих туров этнопарка, можно сказать, достаточно сильно увеличивается с каждым годом. И одним из таких показателей является, что в прошлом году, буквально в ноябре-декабре, один из их детских туров взял гран-при конкурса Ростуризма среди детских туристских маршрутов, что как раз так же и показатель того уникального продукта, который они реализуют. Что касается взаимодействия с ними, то у этнопарка есть фронт-офис, где не обязательно ехать в село для того, чтобы узнать полностью прескуранты и их услуги. Вам достаточно посетить их офис по улице Карла Маркса 229. И как раз же в этом помещении располагается наш туристский информационный центр республики Коми, где жители могут абсолютно бесплатно получить полную информацию о местах отдыха в республике как на текущий момент, так и на такую не очень близкую перспективу. Также, если мы заговорили уже о ТИЦе, наверное, расскажу и о мобильном туристском информационном центре, который мы приобрели на грантовые средства и в этом году реализовали, он находится в Сыктывкаре по улице Горького 2 и как раз удобство этого места, что он работает круглосуточно, это находится в фойе гостиницы Югар, и даже если ночью вам захочется узнать, где отдохнуть в республике или в Сыктывкаре и что нового такого вкусного для туриста есть, вы можете всегда его узнать в этом информационном киоске. Усть-Цильма стала столицей проекта Серебряной ожерелья России, что дает региону в целом и самому селу интересуется Усть-Цильма, вот как раз сейчас у нас знаменитая горка. Усть-Цильма стала столицей такого масштабного межрегионального проекта Серебряной ожерелья России, туда входят 11 регионов ССФО, все регионы ССФО Северо-Западного федерального округа. И вот это зонтичное сотрудничество прежде всего позволяет нам всем регионам обмениваться информацией, помогать друг другу. Это информационная поддержка и продвижение взаимное, на самом деле очень важная составляющая для понимания, что такие регионы, как Санкт-Петербург, Ленинградская область, Калининградская область, традиционно являющиеся лидерами в сфере туризма в России, на своих ресурсах, совершенно бесплатно размещают информацию о возможностях отдыха в Коми и в других регионах ССФО. В том числе та поддержка, которую мы получили от СМИ, к примеру, ассоциации СМИ Северо-Запада России, которые сняли несколько документальных фильмов об отдыхе в Республике Коми планируют выпустить путеводителя по всему Серебряному ожерелью. Конечно же, для Усть-Цильмы это то, что этот бренд, как раз Усть-Цильмская горка, сам муниципалитет, то культурное многообразие, которое представляет муниципалитет, теперь звучит как раз на всех площадках Серебряного ожерелья. Как я подчеркнул, это Петербург, город-миллионник, который посещают люди со всей России, и вот именно узнаваемость бренда, его статус звучит. Прежде всего, это продвижение, и очень такой интересный момент, что именно в год столетия Республики Коми Усть-Цильма получила статус, а в этом году они отмечают, село Усть-Цильма отмечает свой 480-летний юбилей, уже в статусе столицы, готовит достаточно интересную как событийную, так и деловую программу для гостей, которые приедут в этом году в Усть-Цильму, и тот уровень узнаваемости мы можем даже видеть на примере недавнего времени, буквально на прошлой неделе, Усть-Цильма стала победителем номинации «События года», достаточно известной национальной премии «Маршрут построен», который был организован медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Ростуризма, и вот то, что вот так все звезды сошлись, и Усть-Цильма из столицы, и в год нашего столетия, в свой юбилейный год, она звучит, и получает лавры, которые она достойна по всей России. И, естественно, нам, как агентству, тоже очень важно, чтобы муниципалитеты, такие как Усть-Цильма, другие, видели то направление, в котором следует двигаться. Приглашаем всех на горку в Усть-Цильму в июле, да? Да, 11-12 июля всех ждем. Специалисты Центра управления регионом на основе анализа сообщений в соцсетях выяснили, что актуален вопрос поддержки в продвижении туристических услуг. Оказывается ли такая помощь субъектам турбизнеса Да, конечно, наше агентство тесно взаимодействует с бизнесом. В том числе мы открыты к сотрудничеству с теми субъектами, которые, может быть, еще не слышали о нас или думают о том, чтобы взаимодействовать. Прежде всего, это информационное продвижение и помощь в этом продвижении на наших ресурсах, на ресурсах федеральных СМИ, региональных СМИ. К примеру, мы запустили медиакомпанию «Отдыхаем в коме», рассказываем о каждом муниципалитете возможностях отдыха, в том числе о том, что предлагает бизнес по отношению к этим муниципалитетам. И, конечно же, продвижение на профессиональных туристических выставках, ярмарках не только республиканского или региональных уровней, но и на всероссийских и международных выставках, таких как «Отдых» или «МАТТ». Также аналитики Центра управления регионом отмечают, что много вопросов поступает по использованию «Пушкинской карты». Это уникальный социальный проект для нашей страны и республики. Расскажите о нем нашим зрителям. «Пушкинская карта» это федеральный проект, запущенный в прошлом году. Он дает возможность молодым жителям России в возрасте от 14 до 22 лет получить либо виртуальную, либо физическую карту, называемую «Пушкинская карта», с помощью которой он может воспользоваться для посещения определенных культурных институций или же воспользоваться этими услугами. В этом плане мы широкое направление туризма в этой части также рассматриваем, что и театры, и музеи, и художественные галереи входят в тот широкий список заведений, которые мы считаем туристическими, потому что вы приедете в регион и все равно посетите те или иные культурные институции. И эта карта позволяет людям того возраста, который указал, посетить их, грубо говоря, за счет государства. Каждая карта выдается номиналом с этого года 5000 рублей, в том числе им можно воспользоваться для посещения кинотеатров, именно российских премьер фонда кино. также в этой программе участвует финногорский этнопарк, как одно из учреждений республики Коми. И буквально на прошлой неделе по инициативе Марии Алексеевны Балмастовой, министра культуры, была проведена пресс-конференция, где представители учреждений культуры, в том числе этнопарка, презентовали те новые новинки, так скажем, услуг, мероприятий, которыми можно воспользоваться по Пушкинской карте. Сыктывкарка Елена отправила нам вопрос в видеоформате. Смотрим. Александр Юрьевич, здравствуйте. Меня зовут Елена и у меня есть вот такой вопрос. Принят закон о статусе столицы республики Коми. Скажите, какие туристические маршруты планируются разработать для города с целью его популяризации как столица республики Коми? И на самом деле о туризме в Сыктывкаре есть несколько вопросов. Вот спрашивают еще и можно ли развивать туризм с помощью экскурсионных автобусов в Сыктывкаре? И спрашивают, планируются ли экскурсии или туры по культурным учреждениям Сыктывкара? Сотрудник художественной галереи пейзажа Севера. Конечно же, Сыктывкар как столица республики Коми является главным таким транспортным хабом, точкой входа на территорию нашей республики. И она должна быть представлена во всей красе именно с точки зрения возможностей туриста для отдыха. В Сыктывкаре уже на сегодняшний момент находятся основные культурные институции, театры, музеи, художественные галереи. В том числе Сыктывкар может похвастаться большим количеством экскурсионных программ, и как раз отвечая частично на тот вопрос, который был там. Конечно же, туристские автобусы, которые достаточно популярны в крупных городах Петербурге, Москве или же Лондоне, мы все помним вот эти рекламы, красных автобусов, двухэтажных, это интересный формат, но возможный именно в таких крупных городах со стабильным большим туристическим потоком. Тем не менее, Сыктывкар является таким городом пешей доступности, буквально все можно пешком обойти, и этот формат позволяет интереснее узнать много о городе. Для этого существуют экскурсии как Национального музея Республики Коми, субъектов бизнеса, Финногорского этнопарка, бизнес, туротрасль под запросу, естественно, если большие группы организуют транспортную поездку. Куда обращаться, если мы хотим в выходной день выйти на экскурсию по Сыктывкару? Если вам нужна экскурсия по Сыктывкару, вот мы несколько предложений. Это Национальный музей, Финногорский этнопарк, турагентство Счастливая жизнь или наше агентство. И мы сможем вам помочь с подбором вот именно такого интересного экскурсионного маршрута. Конечно же, есть и более удобный способ. Если вам выходной буквально вечером захочется прогуляться, вы можете зайти на агрегаторы онлайн-экскурсий. И сейчас на портале Изи Тревел более десяти экскурсий, которыми вы можете воспользоваться абсолютно бесплатно в любое время на нескольких языках, в том числе оба государственных языка республики Коми, английский язык, и воспользоваться экскурсиями по разным маршрутам различной тематической направленности. Это онлайн. Вы загружаете, у вас показаны на карте точки, они визуализированы, объект, фотография объекта, текстовое сопровождение, аудиосопровождение в ушах, и это доступно любому туристу. Что касается в целом Сыктывкара, как туристическое привлекательство, мы видим, как администрация города достаточно серьезно занялась развитием туризма в муниципальном образовании. Буквально в скором времени есть планы по открытию городского туристского информационного центра в Сыктывкаре. Кроме того, кстати, про экскурсионные программы. Есть еще одно учреждение муниципальное, которое занимается экскурсиями, это как раз галерея пейзажа Севера. Что касается еще таких интересных моментов развития Сыктывкара, как что делается для туризма, это развитие собственной особо охраняемой природной территории, заказник Белоборский, который располагается, если вы посмотрите на тот берег Вычигды, и между Щеткыркатшем и Трехозеркой, вот эта территория, как раз там есть такое место, заказник Белоборский. Сейчас совместно с местными жителями, с профессиональным сообществом город очень сильно взволнован тем, чтобы развить эту территорию и сделать доступной для экотуристского отдыха для жителей и гостей Сыктывкара. Александр Юрьевич, о туризме, конечно, можно говорить очень долго, но, к сожалению, время нашего эфира завершилось. Спасибо вам за участие в программе. Спасибо. Вопросы по всем актуальным сегодня темам можно задать на портале объясняем.рф и в региональных пабликах проекта в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и мессенджеры Телеграм. А мы также продолжим отвечать на ваши вопросы в ходе прямой линии. 18 мая наш гость, исполняющий обязанности руководителя Федеральной налоговой службы России по республике Коми Галина Пилипенко. Всего доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова